Так нельзя уважать то, если другая вера у тебя. Почему? Да потому что вера одна правильная только. Во Христа Иисуса, который умер за грехи людей и дарует прощение. И как уважать то, где это не признают? Нельзя это делать. Вы считаете это Богом? Да не надо считать, этого есть. А не то, что это вам закирнайк, черная заноза, воткнул в мозги. Ничего не знаю. Тут передо мной прошло в прошлом году 2600 мусульман. И ни один не считал, ни один перевести не может. Какая же вера-то ваша? На чем основано? На четвертой суре, третьем аяте? Четыре бабы дают. Что не знать-то? Я беседовал, преподаватель в университетах. Передо мной из 18 мусульманских стран могли быть студенты. И на любой вопрос отвечаю, по слову Божию. Если вы мусульманин, открывайте пятая сурра Аля Майда. И будем говорить. 68 аят. Все, даже пальцем не пошевелили. Это означает, что ничего у вас нет. У вас веры никакой нет. Таджики, узбеки, туркмены. Это просто узаконенные блудники. Он за блуд не считается. Ему разрешается это. А русские, которые вообще в России? В русских многие такие же самые ничего не знают, не считают. Ну, а что вы своих-то не говорите? Так и другие. Я говорю, я много говорю, не просто говорю. Давайте про Украинцев, давайте про Голорусцев. У меня на занятия, когда приходят, говорят, вы все говорите против ущитилей. А в милиции сидит в зале. А вы говорите все время против милиции. Потому что я затрагиваю все сферы жизни. Без Бога нет до порога дойти. И Бог зовет, чтобы люди покаялись, жили и для Бога. Да. А вы считаете, что Иса, это Иисус Христос, да? Естественно. Неестественно. 19 сура, 28 аят, в дребезги разносит это. И 3 сура, 35 аят. Между Иса, вашим Иса, который пророк, и нашим Иисусом Христом, 2000 лет. Можно вопрос перед этим? У вас Коран какого года? Что? У вас Коран какого года книга? Да вам год-то зачем знать-то? Я вам открываю и читаю. И кто издатель? И кто издатель? Считайте. Кто издатель? Считайте. Еще написано. Вот оно написано. Кулиев. Это лучший перевозчик. В смысле? Это перевод, у первых. Это раз. Мне надо было достать эту книгу. Я ее не в магазине покупал, а пошел в Йеменское посольство. В Йеменское? Да. Настоящие мусульмане, это талибан в Афганистане. В Йеменском посольстве вам дали перевод на русском языке. Да. Не один, я унес в охапки буквально. Всем. Конечно. Я вот таким вам прям поверю. Ну, верю. Нет, я вас не заставляю. Ну, давайте поговорим. Открывайте пятая сура. Аль-Майда. У меня нет с собой у Киеви. Возьми с собой. Я здесь в гостях. В этой стране. Ну, у одного в гостях. Ну, 2600 человек и все в гостях. Ну, зачем брехать-то? Страха поужения. Мое настоящее местоположение, где я родился, является Турцией. Я не разговариваю с тенью. Вас не видно. Я за водичкой пошел. Нет. Откройте пятая сура. Просчитайте, что там написано. 68-й аят. Я вам уже сказал. Да верить-то вам нельзя. Потому что на каждом шагу обманываете. Вы клянетесь, а вам можно. У нас нельзя клясться. У нас да и зачем да. Вы не говорите насчет вы. Давайте говорить обо мне. Да вы зачем о вас говорить, когда не знаете. Мне надо брать в счет другие. Давайте коротко. Я вам сейчас докажу. Слушай внимательно. У нас Моисей, у вас Муса. Это один и тот же? Я насчет этого не уверен. Ну, вот Иса, да. У нас Соломон, а у вас Сулейман. Это один и тот же? Не уверен. Видите, ничего не знаете. С вами разговаривают еще. Это надо быть тупицей каким-то. Дальше. Я просто говорю. У нас Давыд, у вас да. Это один и тот же? Смотрите, еще раз вопрос. У нашего Моисея, это одно и то же. Это все знают. У нашего Моисея пять книг. Бытие, исход, левит, чисто, второзаконие. У вашего Мусы ни одной нету в этой книге. Куда не делись эти книги, если это один и тот же? Прошу прощения. Вас как зовут? Да вам это никакой роли не играет. Зачем говорить? Второе. Дальше. Соломон. У нашего Соломона четыре книги в Библии. У меня есть человек, у меня есть человек в комнате, который читает Коран, знает про это многое, многое. Вы сейчас не говорите, вы говорите пустота, ветер гоняете. Не знаете ни эту книгу. Вы хоть раз читали эту книгу? Считали? Считали книгу эту хоть раз? Погодите. Дяд, ты хочешь со мной поспорить? Да спорить не надо. Спорит тот, кто ничего не знает. А знающий, он возвещает истину. Ну вот давай, хлюпай тут. Дайте мне. Так, все на этом. Так, все на этом.